Детство, детство, ты куда ушла? Где уютный уголок нашла? Вот такие песни зазвучали в моей душе в тот момент, когда я встретилась с ним, со стариной кузнечиком. Наверняка каждый из вас помнит этот незатейливый тренажер. У нас есть вот раритет сейчас, так скажем, остался, мы его не продаем, а так он у нас есть, показываем людям. На самом деле старая модель, кузнечик, а новые, они уже в другом цвете идут, ну и так скажем, большинство для детей. Изначально кузнечик назывался погостиком, его создавали для детей как игрушку и приспособление для передвижения по бездорожью. До России кузнечик допрыгал в 1960 году и вновь покорил любителей попрыгать. Что же пришло ему на смену? Ботинки-прыгуны предназначены для активного отдыха и фитнеса. Состоят из ботинка и специальной пружины, которая амортизирует и подбирается в зависимости от веса человека. Суть в том, что за счет этой пружины снижается нагрузка на суставы и на позвоночник на 80%. Изначально они создавались для атлетов, получивших травму, чтобы быстрее можно было восстановиться. Со временем прыгунки полюбили люди, пытающиеся сбросить лишний вес. Ведь калории в них сжигаются на 25% больше. Активно прорабатываются мышцы ног, ягодиц, пресса и, главное, поднимается настроение. Прыгать, бегать и даже танцевать. Все в них реально делать. Достойная альтернатива старине кузнечику. Но это еще не все последователи. Знакомьтесь, третий вид попрыгательного семейства – экстремальные джоли-джамперы. Чтобы расспросить о них, пришлось даже на пенек залезть. Первый год я просто научился ходить и бегать. Во второй год какие-то прыжки освоил. Третий – чуть более амплитудно. Мы сейчас занимаемся, стараемся работать с препятствиями. Запрыгивание на что-то. Ну, как бы не ровен час где-то сальто покрутить. Если регулярно заниматься в таких сапогах-скороходах, то осанка моментально выпрямляется, сердечно-сосудистая система укрепляется, вестибулярный аппарат развивается и фигура в целом преображается. Но подходят такие ходули не всем. Единственное замечание – это не рекомендуется людям, у которых были или наблюдаются травмы спины, потому что серьезная нагрузка на позвоночник. Если у вас нет таких проблем, то вы смело можете стать обладателем скороходов. Кстати, скорость на них можно развить до 40 км в час, а подпрыгнуть до 2 метров в высоту. Ой, ну чувствую себя лилипутом в стране, великаном. Хочешь – тоже им стать. Очень хочу, хочу. А была не была, облачаемся в защиту и удлиняем свои ноги на полметра. На месте стоять невозможно, нужно постоянно, да. Ну да, они так пружинят, прям, ну так страшно, так высоко. Я такая высокая еще никогда не была. Даже в детстве первые шаги мне давались легче. Главное здесь – научиться управлять своим телом и сохранять баланс. А дальше все приложится. Вот только интересно, как с них слазить. Ногу вперед, встадимся в шпагат. В шпагат? Прямо дальше. Еще? Вперед, ногу вперед. Может, вы лучше на колону? Нет, 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 уже взяли. Все нормально будет. О, господи. Ногу назад. Еще назад. Вставай на колено. Я не могу встать на колено. Нет, нет, нет. Ну тогда ногу вот эту еще подальше отодвинуть. Встать на колено. Не бойся, вставай. Все. Все. Ой, я у ваших ног. Попрыгав на всех тренажерах, самое важное, что я вынесла, все они поднимают настроение. А какой выбрать для себя, решайте сами и скачите в свое удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok